Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Несколько дней назад на сайте riotpixels.com вышел перевод статьи «То, что зовётся стратегиями». Мысли, высказанные в этом тексте, настолько перекликаются с моими, с теми, что я вам рассказывал в видео о шестой цивилизации, о том, стоит ли нам её ждать, что я обратился к шеф-редактору Riot Pixels Владимиру Горячеву за разрешением озвучить этот текст вот в этом видео. Так что, если вы не особый любитель слушать и смотреть, а скорее предпочитаете читать, то ссылка на этот текст в описании к видео. Да и вообще, я считаю, что riotpixels.com — один из лучших российских сайтов об играх. Кроме того, отмечу, что это перевод, причём сокращённый перевод статьи «This Thing Called Strategy» с сайта exploreminate.net, а автор материала оригинального — геймдизайнер Оливер Кайли. Ссылка на этот оригинальный текст тоже в описании к видео. Если вы владеете английским языком и вообще любитель 4x стратегий, то заносите сайт exploreminate.net в закладки и читайте оригинальную статью. Ну, а теперь, собственно, к делу. За определением стратегии давайте обратимся к классификации интерактивных форм Кита Бёргена. Всем, кого гложет вопрос, а является ли игрой представительница такого-то жанра, настоятельно рекомендую ознакомиться с его чертовски смелой и остроумной системой. А для тех, кто её подзабыл, напомню. Бёрген подразделяет игровые системы на 4 вида. Базовый уровень — это игрушки. Той. Песочницы из разнообразных элементов и правил, предназначенные для исследования и не представляющие игрокам никаких конкретных целей. Ну, например, коробка конструктора Лего. Второй вид — это головоломки. Пазл. Это задачи, предназначенные для одноразового решения и теряющие ценность после того, как оно найдено. Ну, таковы, например, отдельные уровни любого пазла вроде портал. Третий вид — состязания. Цель состязаний проверить конкретный навык игрока. Поэтому, в отличие от головоломок, они фиксируют не факт решения задачи, а то, насколько хорошо она была выполнена. При этом стратегические решения в состязаниях стараются свести к нулю, чтобы хитрости не искажали результат. Так четкие правила подъема штанги не оставляют атлету стратегического простора, потому что он должен продемонстрировать силу, а не ум и смекалку. Ну и, наконец, стратегические игры. В строгом смысле этого слова их отличает наличие цели при отсутствии оптимального способа ее достижения. Ну а для того, чтобы выигрывать в изменяющихся условиях, требующих постоянного анализа и пересмотра планов, и нужна та самая пресловутая стратегия. В других же типах систем она не нужна. В своей статье Оливер Кайли делит игровую механику 4x игр на внутренние и внешние системы. Тут небольшое отступление от меня лично. Поясню, вдруг кто-то не понимает, что такое 4x стратегии. В наших палестинах, наверное, чаще используют термин глобальная стратегия. А 4x это от английских слов explore, expand, exploit, exterminate. Видите, здесь буквочка x, поэтому и называется 4x. Это переводится как исследуй, расширяй, эксплуатируй, уничтожай. Собственно, любая глобальная стратегия, которым посвящен мой канал, это и есть 4x стратегии, и не обязательно совершенно будет пошаговой. Stellaris это 4x стратегия, Age of Empires это тоже 4x стратегия, Total War это 4x стратегия и так далее. Так вот, в 4x играх есть внутренние и внешние системы. Внутренние механизмы это правила, преимущественно замкнутые внутри ваших собственных владений, то бишь цепочки строительства, счастье населения, уровень налогов, приоритеты исследований. Внешние же механизмы предназначены для взаимодействия с тем, что не находится в вашем подчинении. Прежде всего империями противников, естественно. Иными словами, если бы из партии вдруг исчезли оппоненты, оставив игрока один на один с пустым миром, то все внешнее стало бы бесполезным. В то время как внутреннее продолжило работать как положено. Для того, чтобы условная цивилизация была стратегической игрой, в данном случае цивилизация имеется ввиду, конечно, название игры, внешние механизмы жизненно необходимы. Иначе без осмысленного взаимодействия с другими силами она выродится в головоломку, то бишь как выжить вот в данной ситуации. Или состязание, кто наберет больше очков. Чем больше внимания уделено внутренним системам, тем сильнее угроза раз и навсегда решить игру. То бишь найти самый лучший путь к победе. Во многих 4х стратегиях оптимальный план раннего развития давно предрешен. А все потому, что отсутствие противника превратило этап начальной изоляции в одноразовую головоломку. То бишь это та самая игра через традицию или через волю в циве. Пока вы не встретили соперников, вы смотрите по своему месту. И в зависимости от того, производственный вам попался начальный спот или так себе, сложно к вам пройти или нет, решаете вот как играть. При этом противника вы можете даже не найти к этому моменту. Дальше автор статьи классифицирует действия, которые мы предпринимаем в стандартной 4х стратегии. Во-первых, стратегические решения. Выбор плана развития на самом высоком уровне, часто с учетом влияния внешних систем. Собирается ли сосед напасть? А если да, то строит ли оборону или хочет ошеломить упреждающим ударом? С кем дружить, за кем шпионить? На какое условие победы нацелиться? Как задержать тех, кто идет к своей цели быстрее нас? Ну, собственно, вы все это видели в моих ффа-сериалах. Дальше начинаются тактические решения. Они позволяют претворотить стратегический план в жизнь и служат для перехода от абстрактных понятий, которые существуют лишь в голове игрока. Ну, например, я хочу действовать агрессивно, да? К конкретным игромеханическим инструментам, то бишь накупить или настроить юнитов и кого-то атаковать. Выбор здесь тоже нелегкий. Какой флот сконструировать, с какого направления напасть, как обезвредить защиту и так далее. Затем идет оптимизация. Набор задач, заставляющих внутренние системы работать эффективнее. Ну, например, вы решили построить и завод, и лабораторию. Но что построить первым? Сюда же относятся и вездесущее перебрасывание фигурок населения между фронтами работ. Чего мы хотим, уже понятно. Осталось только выдавить из системы побольше выгоды. Причем оптимальный ответ в подобных ситуациях существует практически всегда. Ну и последнее. Бухгалтерия. Действия, не подразумевающие осмысленного выбора, но необходимые для функционирования империи. Бухгалтерия знакома прежде всего по настолкам, то бишь тасование колод, разворот карт, регулярные вычеты монеток, но встречается и в компьютерных играх. Например, заменить во всех чертежах кораблей устаревшую пушку на только что изобретенную. Да-да, заменить ручками. Или построить новое здание на каждой планете. Или послать войска к точке сбора, убрать оповещение, чтобы завершить ход. В Циви, например, нам приходится переключать жителей вручную, потому что не совсем автоматически компьютер правильно решает, куда это сделать. Или проверять, где город расширился, где появились новые жители, чтобы их посадить на обрабатываемую клетку. В общем, такая возня совершается на автомате и занимает время, не предоставляя никакой пищи для ума. Главный вопрос для автора статьи, какой процент времени игры он тратит на решение того или иного типа. Из тех четырех, что я вам перечислил только что. Разумеется, идеальные пропорции у каждого свои. Но если верить Сиду Мейеру, утверждавшему, что игра — это последовательность интересных решений, то внимание заслуживают в первую очередь стратегические и тактические задачи, а все остальное второстепенно или даже вовсе вредно. Автор считает, что главная проблема глобальных стратегий в том, что мы привыкли ставить знак равенства между сложностью и глубиной. Однако множество сущностей, например, большое количество разных кораблей или разных юнитов или разных технологий экипировки приводят лишь к разрастанию задач по оптимизации и бухгалтерии, но реального выбора не добавляют. Поэтому стратегического и тактического выбора становится все меньше, то есть игра становится менее глубокой и интересной, несмотря на возросшую сложность. Да, на первый взгляд горы трудностей вызывают уважение, ведь освоить мудреную систему тоже достойный вызов. Однако обучение азам это задача одноразовая, пусть порой и трудная, в то время как хорошая стратегическая игра в идеале должна жить вечно. Увы, груда наворотов препятствует отладке и балансированию правил, поэтому за роскошным фасадом нередко скрываются привитивные и однобокие динамики. Тут, кстати, можно вспомнить Stellaris, в котором на самом деле на данный момент все сводится к тому, чтобы начать добывать как можно больше минералов и всех вокруг захватить. И пофигу по-хорошему, что у вас там стоит на кораблях и так далее и тому подобное. И поэтому сейчас в Stellaris не так уж и много играет людей, хотя, по-моему, все-таки это неплохая стратегия. Просто надо наполнить большим разнообразием в плане стратегий, а не большого количества кораблей и большого количества оружия к этим кораблям, которые постоянно надо менять и апгрейдить, хотя на самом деле оно мало на что влияет. Так вот, на основании всего вышеперечисленного Оливер Кайли утверждает, хорошая игра со временем становится только интереснее. А если чем больше вы играете в игру, тем она скучнее, перед вами плохая стратегия. Ну а учитывая то, что большинство современных глобальных стратегий именно такие, автор делает вывод, что стратегиями их и назвать-то нельзя. Так, головоломная возня на манер судоку или пересчета циферок, либо песочница, в которой нужно развлекать себя самому. Кое-где стратегические решения заканчиваются еще до начала партии. Взял расу ученых, закрыл все пути к победе, кроме научного. В качестве хороших примеров Оливер Кайли приводит самую первую «Мастер of Orion», ну и меня просили в комментариях говорить «Мастер of Orion», а также первую «Sword of the Stars» и хвалит их за сравнительно простую механику и тесное взаимодействие с внешними силами. Теперь же такие игры попадаются все реже. По мнению автора, чтобы создать действительно интересную глобальную стратегию, от микроменеджмента следует избавиться вовсе, а взамен предоставить игрокам многочисленные инструменты влияния на игровой мир и друг друга. Не только войну, но и дипломатию, и культуру, и манипуляцию с общим рынком. Ведь породить стратегические задачи, а не статичные головоломки, способна только динамическая и по-настоящему интерактивная система. Благодарю Оливера Кайли с сайта exploreminate.net за то, что он создал этот материал. Переводчика Random Phobosis, если я правильно прочитал, надеюсь, ник с сайта writepixels.com, который его перевел и познакомил русскоязычную публику с ним. Владимира Горячего за разрешение использовать этот текст. Ну а вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша Играет. Жду ваших мнений в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok